Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Маркетс с торговыми идеями, где мы каждый день постим аналитический контент, конкретные торговые рекомендации с упором на технический анализ и фундаментальный фон. Инструментов идей очень много, поэтому наверняка вы найдете точно тот инструмент и актив, которым интересуетесь. Если что-то нужно добавить, изменить через ваши индивидуальные запросы, мы, конечно же, готовы контент подстраивать и адаптировать под потребности нашего трейдерского сообщества. Ну что ж, друзья, сегодня мы подводим итоги заседания американского регулятора. Можно начать прямо с доллара, который котируется на тех целях, которые ранее мы поставили. Я позволю себе даже сказать, что мы достигли всех целевых ориентиров по всем ключевым финансовым активам. Это был забег, заход на очень долгой дистанции, но мы всегда смотрели на системные факторы, которые способствовали тому, чтобы не отказываться ни в коем случае от индекса доллара его покупок, не отказываться от коротких позиций по рисковым инструментам. Мы сейчас можем пожинать плоды того, что эта тактика была абсолютно верной. Индекс доллара почти на отметке 111.50, но судя по тому, что наговорил американский регулятор накануне, я почти уверен, что мы не остановимся даже после пробоя 112-113 пунктов, и индекс доллара окажется существенно выше. Перед оглашением итогов заседания американского регулятора, напомню, что по данным FedWatch расстановка сил была следующей. 80% трейдеров полагали, что ставку нужно повысить на 75 базисных пунктов, и это было бы уместно. И 20% были за то, что ее нужно повышать более высокими темпами и сделать шаг сразу на 100 базисных пунктов. Ну, в этот раз, да и, собственно, как и в прошлые разы, американский регулятор решил не вносить какой-то ненужной чрезмерной волатильности на рынок и дал, собственно, то решение, которое все ожидали. Ставка повышена на 75 базисных пунктов, фактически доведена до уровня 3,25%. Друзья, до конца этого года будет еще два заседания американского регулятора в ноябре и в декабре. Думаю, что в ноябре ставку снова повысить на 75 базисных пунктов, потом темпы ужесточения замедлит, скорее всего. И в декабре мы увидим решение потенциально на 50 базисных пунктов. Но в совокупности 75 плюс, соответственно, 50 – это еще повышение ставки на 1,25%. И прибавляем к тому, что есть у нас сейчас, получается, что нейтральная процентная ставка, даже с учетом просто элементарной математики, здравого смысла и расчетов, может оказаться выше 4%. Накануне именно заседания американского регулятора и оглашения итогов участники рынка пытались спрогнозировать какие-либо дополнительные изменения в повестке обсуждения регулятора относительно программы количественного ужесточения, прогнозов и так далее. То есть в этом тоже заранее был потенциальный триггер для дополнительных движений доллара. Они оказались правы, потому что пересмотр прогнозов американского регулятора по ВВП, по безработице и вот этой нейтральной процентной ставки и в итоге стал причиной того, что индекс доллара показал такую бычую динамику. Я специально сделал акцент на то, что не ставка подняла индекс доллара, потому что ожидания повышения ставки на 75 байсных пунктов они были, ну, граничили практически вот с 100%. Рынок заранее закладывал это в курс доллара. Так почему же он тогда взлетел на факте того, что рынок увидел то, что было спрогнозировано? Объясняю. Американский регулятор как раз впервые за долгое время решил не как бы пудрить мозги общественности инвесторам и закинул нейтральную процентную ставку выше 4%, ну, потому что уже требовало условия этой ситуации. Нейтральная процентная ставка, друзья, сейчас находится на отметке 4,4%. Это ожидание того, что именно к этому уровню придет ключевая ставка американского регулятора к концу этого года. Раньше ожидания были на отметке 3,2-3,4%. Уровень безработицы ожидается к концу года снижение с 3,9% до 3,8%. Это, если соотносить прогнозы, прежний прогноз был уровень безработицы 3,9%. Сейчас он улучшен до 3,8%. А вот что касается темпов экономического роста, то они были пересмотрены с снижением с 1,9% до 1,5%. Это как раз, опять же, напоминаю, что есть сейчас такое выявленное явление, как инверсия кривой доходности облигаций. И после вчерашнего решения по процентной ставке инверсия кривой доходности стала еще более выраженной. Десятилетки, друзья, сейчас котируются прямо в моменте на отметке 3,54% двухлетней облигации на уровне 4,12%, то есть выше, чем десятилетние бумаги. Причем максимумы по двухлеткам уже примерно рекордные уровни лет за 17. По десятилетним облигациям максимумы за 11 лет. И инверсия кривой доходности свидетельствует о том, что американская экономика реально может оказаться в экономической рецессии, затяжной экономической рецессии. Если вы сторонники того, что новый финансово-экономический кризис в вселенских масштабах невероятных масштабах начнется снова в США, то вы подавно должны покупать индекс доллара и американскую валюту, потому что если это произойдет, то на рынке не будет ровным счетом ни одного актива, который мог бы с ним по соперничеству конкурировать. В сухом остатке у нас индекс доллара, который остается в восходящем тренде, можно обозначать уровни выше. Причем, если занимаетесь техническим анализом, рекомендую попробовать наложить несколько индикаторов и определить вот этот уровень хода, докуда может добраться индекс доллара. Я думаю, что по консенсус-прогнозам это отметка 112-113, как ближайшие целевые ориентиры, и давайте и придерживаться. Золото 1659 долларов за тройскую унцию. Золото, друзья, я предлагаю закрыть. Мы на нем хорошо заработали на факте его снижения, но сейчас из-за усиления геополитических рисков фундаментальный фон настолько непредсказуем, что в любой момент на рынок может прийти крупный покупатель, который откроет соответственно крупный объем, и это спровоцирует совершенно обратную динамику на рынке драгоценных металлов и изменит соотношение сил и большинства, и меньшинства. Сейчас, конечно же, самый легкий путь заработать на золоте – это сохранить короткие позиции, потому что этому способствует рост доходности облигаций, укрепление курса доллара и индекс раничных настроений, который как раз подсвечивает на то, что какие-то минимальные уровни не добиты. Но я рекомендую не рисковать, друзья, потому что вы все читаете новости и понимаете, о каком фундаментальном фоне я говорю. По остальным финансовым активам европейская валюта против доллара – 0,9819. Если вы находитесь в коротких позициях, сидите в них. Я, как вы помните, ранее вышел перед заседанием Федрезерва и предпочитаю сейчас подождать, собственно, до начала следующей недели, посмотреть за развитием событий со страны. Британская валюта обвалилась до уровня 1,1235. Сегодня заседание Банк Англии, которое также может стать триггером еще больших распродаж британской валюты, потому что ожидается повышение процентной ставки, но даже в случае ее роста на 50 байсных пунктов она будет повышена до 2,25. Уже идет отставание от Федрезерва и, скорее всего, повышение процентной ставки не сыграет никакой роли, кроме как негативной в будущем росте инфляции, остающейся основной проблемой для британского рынка. Цели по фунту 1,11-1,10. И американский фондовый рынок S&P 3800 пунктов. Цель была сделана, сейчас индекс еще ниже. Соответственно, ожидаем дальнейшее снижение. Цели уже 3,700-3,500. На этом все, друзья. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!